В прошлой программе мы начали подводить итоги 2020 года вместе с Общественной палатой Ростовской области. Однако многие вопросы остались открытыми. Меня зовут Всеволод Гимбут. Здравствуйте. И сегодня мы продолжаем разговор вместе с председателем Общественной палаты Ростовской области Вячеславом Кущевым. Вячеслав Митрофанович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже обсудили с вами и необычность 2020-го коронавируса. Обсудили выборные кампании, которые попали на вот этот созыв Общественной палаты. Сегодня давайте начнем программу с вопроса, сотрудничает ли Общественная палата Ростовской области с Общественными палатами других субъектов Российской Федерации. И если сотрудничает, то в чем это сотрудничество выражается? Ну, конечно, сотрудничает. Совершенно естественно, потому что вопросов очень много. Вопросов, связанных и с юридическим обоснованием тех или других проектов. Опыт. Ну, прежде всего, конечно, это наш Южный федеральный округ. Это и Краснодарский край, Ставрополье. Это, конечно же, те форумы, которые проводит Общественная палата России. Понятно, что с Общественной палатой России мы встречаемся часто. И в Москве, и в других территориях. Ну, и вот в 2019 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Луганской и Донецкой народными республиками, а также с Общественной палатой Республики Крым. Причем это не просто соглашение, подписанное на бумаге. О нас связывают и конкретные дела. Иногда это общее мероприятие. Иногда необходимость оказать какую-то помощь. Были случаи, когда мы просили наших медиков, врачей оказать помощь нашим коллегам и друзьям, которые сталкивались с тем, что к ним обратились жители Крыма. И какие-то конкретные акции мы предпринимали. И чисто по-человечески, и по-государственному. Так что, безусловно, такое сотрудничество есть. Оно тесное, оно постоянное. И это очень важно. Мы люди единой страны. И, как правило, проблемы у нас общие. А какое самое яркое мероприятие провела Общественная палата третьего состава? Ну, вы знаете, конечно, гражданские форумы. Правда, последний форум был в ноябре 2019 года. Это был четвертый гражданский форум. Он назывался «Общество и власть. Солидарная ответственность». Планировали мы и в 2020 году провести пятый гражданский форум. Но по понятным причинам мы его не провели. Вы знаете, это очень важный институт, на который приезжает свыше тысячи человек. Это все города и районы Ростовской области. Это все общественные палаты городов. Это различные некоммерческие объединения. Это различные институты конкретного действия в том или другом населенном пункте, который борется за что-то, но им нужно согласовать. Причем мы приглашали на этот форум, безусловно, руководителей, которые были. Руководители министерств, ведомств. Люди могли подойти, задать любой вопрос. Мы раздавали методические литературы. Были выступления. А потом, как правило, четыре, пять, иногда шесть площадок, где по направлениям собирались те представители, которые приехали. И потом был заключительный, пленарный итог прошедшего. Люди разъезжались. И после этого поступало еще немало уточняющих звонков. То есть, это такое непосредственное личное общение. Глаза в глаза. Вот этот очень важный форум. У нас их было четыре. Будем надеяться, что мы победим. И в 2021 году уже новый состав общественной палаты соберется на пятый гражданский форум. Были и другие акции. Например, наш коллега и друг Сергей Павлаков. Он человек необыкновенной судьбы. И он работает в общественной палате России. И он обратился с инициативой в честь 55-летия Великой Победы организовать такой проект Дерево Памяти, посвященный погибшим героям, которые защищали наш родин, защищали Ростов. И у каждого этого посаженного дерева есть имя, в честь кого оно посажено. И за этим деревцом ухаживают конкретные организации. Вот такие акции прошли в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Новошахтинске, в Оксайском районе и так далее. Ну и еще одно событие, которое вот в этом году все-таки мы провели. В восьмой раз общественная палата подвела итоги конкурса. Общественное признание. Это тоже очень важно, потому что он охватывает все абсолютно территории Ростовской области. Все города и районы. Но раньше приезжало и 250, и 300 человек. В этот раз, по понятным причинам, из-за пандемии приехали только те, кому можно было вручить награды. Но это награды за конкретные дела. Но одно из важных направлений этого года, 2020, мы помним, что это год памяти в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия Общественная палата Ростовской области выполнила в рамках именно года памяти? Вы знаете, очень много. Очень много мы в этом направлении планировали. К сожалению, не все удалось организовать. Очень жалко, потому что мы были абсолютно готовы. Но самоизоляция, коронавирус, пандемия на все это повлияло. Тем не менее, были круглые столы, были конференции. Встречи с ветеранами, вечера памяти, были подарки. Без трогательных слез об этом вспоминать сложно. Но самое главное, конечно, событие – это открытие народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Вы знаете, по большому счету, мало кто верил, что такое огромное мероприятие, огромный музей с великолепным совершенно набором самых различных экспонатов и времен Великой Отечественной войны. Интерактивный комплекс, который в здании музея организован. Это, с одной стороны, в музейном деле такое последнее слово. И я там много раз был и видел, что в выходные дни туда приезжали до трех-четырех тысяч человек. Это и автобусы, это и дети, это и ветераны, это и семьи, это и школы. И, конечно, он не случайно называется народным, потому что вносили деньги всем мирам, всем народам. И не последнюю роль в этом играла общественная палата. Мы тоже были активные участники, которые делали все, чтобы этот комплекс был построен. Но совершенно понятно, что это, конечно, инициатива нашего губернатора Василия Юрьевича Голубева. И все, что там сделано, было сделано под его непосредственным руководством и участием. У нас остается немного времени, но два вопроса, которые я просто не могу не задать. Поэтому, если можно, на следующие вопросы коротко. Какая вообще социальная работа ведется в общественной палате, но помимо приема обращений граждан? Вы знаете, мы реагируем на все, что происходит в области. Например, в 2019 году в январе произошел взрыв бытового газа в городе Шахты. Погибли люди, немедленно выехала общественная палата, вместе с общественной палатой города Шахты, вместе с руководителями этого города. Было организовано все, чтобы заботиться о тех, кто оказался в этой сложной жизненной ситуации. Мы собирали и деньги, и вещи, и решали самые различные вопросы, связанные с документами, и всем на свете. Далее, стали разбираться относительно очень серьезного вопроса, связанного со спортом. Наши детки, как известно, завоевывают призовые места на соревнованиях, и международных, и областных, и республиканских. Как они добираются от школы до места, где занимаются своим спортом? Ну, оказывается, кто как. И мы вышли с инициативой, попросили губернатора, который мгновенно отреагировал, и был решен целый комплекс вопросов, связанных с выделением транспорта. Этим спортивным школам, где занимаются наши детки, и депутаты ЗАГСобрания, и геногласно поддержали свыше 90 миллионов рублей, выделенные из бюджета на приобретение автобусов муниципальным спортивным школам. Это и на 2019 год, и в 2020 году выделялись деньги. Будут они выделяться и в 2021 году. Ну, и относительно пандемии. Мы тоже активно подключились сразу и оказывали консультативную помощь жителям Ростовской области. Был создан благотворительный совет нашей общественной палаты. Он назывался «Стоп коронавирус». Вошли члены общественной палаты. Мы и собирали вещи, и медикаменты, и маски, и деньги, и так далее, и так далее. Так что общественная палата всегда в гуще тех проблем, которые появляются в Ростовской области. У нас осталось буквально полминуты, поэтому, если можно, в двух словах. Какие планы у общественной палаты Ростовской области уже в следующем, в четвертом составе? Ну, есть несколько конкретных дел, которые мы сами перед собой поставили. Это прежде всего, мы считаем, необходимо, значит, расширить практику получения федеральных и региональных грантов. Это надо уметь, за это надо бороться, и мы оказываем всякую помощь. Далее, система общественных советов. Их надо развивать, их надо обучать. Мы должны встречаться и общаться. Следующее, закон об общественном контроле. Массу раз говорили, пока решение не принято. Мы считаем, что законодательное собрание все-таки должно вернуться к этому вопросу, и закон об общественном контроле должен быть. Ну и последнее, это добровольчество и волонтерство. Ну, совсем недавно президент Рочи счел необходимым встретиться. Я считаю, что этот институт нужно развивать и продолжать. И общественная палата будет таким серьезно заниматься. Я уверен, что уже в следующем составе намеченные цели точно удастся реализовать. Вам огромное спасибо за то, что вышли с нами сегодня на связь. Спасибо большое, спасибо. С каждым днем у нас тем все более. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok